Алла Михайловна Вот, я замужем давно, и у меня маленькие дети. Идите же уже! Так, слушаем меня внимательно! Заходим сейчас в воду. Аккуратно, не толкаемся. Ключевое слово здесь – аккуратно. Пропускаем впереди стоящего и выполняем упражнение. Значит, проплываем вдоль стены, останавливаемся и поднимаем руку. Всем порядка! На старт! Внимание! Марш! А я, а что мне делать? Смоленовский, а тебе пора брать пример сестры и учиться плавать. Давай, Смоленовский, иди к нам. Покажи, как топорики плавают. Уже лучше топориком, чем как ты, лягушкой в воде скафать. И квакаешь при этом, ква-ква. Иннокентий, заходи в воду, не заставляй меня повторять. У тебя же урок. Алла Михайловна, извините, но хочу сказать, что я вас все-таки подожду. Иди уже, дети же смотрят. Да как не смотреть на такую красоту? Кеша! Кеша! Смоленовский, качай придуриваться! Кеша, что с тобой? Фух! Я пригласила вас, господа, для того, чтобы сообщить вам радостную новость. К нам едет... Девизор? Нет, Алина. К нам едет зарубежная звезда, причем первой величины. И нам поручено ее встретить самым наилучшим образом через неделю. Ого, здорово! Чего себе! Супер! Прошу прощения, а что это за звезда? Я прямо сейчас в онлайне выясню его вкусы и предпочтения. Вот в этом-то и загвоздка. О нем известно немного. Но есть некоторые факты, которые могу озвучить. Во-первых, он очень значимая фигура. Во-вторых, он едет в рамках российско-китайских взаимоотношений на высочайшем уровне. И в-третьих, он как-то связан с танцами. С танцами! А что вас удивляет? Политика и танцы – это родственные форматы. Каждая речь политика – это настоящий танец перед избирателями. А при чем здесь мы? Мы же не имеем никакого отношения ни к политике, ни к танцу. К нам обратились как к творческим людям, умеющим быстро и креативно мыслить. А он профессиональный танцор или это его хобби? Как именно он связан с танцами, я не могу прокомментировать. Но мне кажется, что пора бы вам всем собраться и устроить мозговой штурм. Ну а Сонечка поможет быстро обменяться креативными идеями и донесет мне всю информацию. Да-да, конечно, Яна Александровна. Как будут у меня интересные наметки, я сразу к вам. Слушай, Мелкий, а с чего начали босс с девочками, когда решили делать свой телеканал? Слушай, Мелкий, мне все время не дает покоя одна мысль. А что, если мы с тобой сделаем свою передачу, а? Ну чем мы с тобой хуже? Мы с тобой? Ну а что? Не сможем какую-нибудь свою музыкальную кухню сделать? Да мы еще лучше сделаем, с гарантией. А как? Ну как, как? Своими силами. И споем, и станцуем, и на дудочке сбацаем. Ты у нас вон какой талант. Недооцененный, правда. Но я-то видела тебя в творческом экстаде. Это ты в творческом экстаде, если тебя такие мысли посещают. Пошли к Яне Рудковской и режиссеру договариваться о сотрудничестве. Так, предлагаю всем высказаться. А ты, Софья, записывай все идеи, а потом выберем самые интересные и подходящие. Хорошо. Итак, что мы имеем? Он важный политик и, судя по всему, китаец. Да, мир, это очень оригинальная мысль. Я всего лишь рассуждаю вслух и жду от вас идей. А может, встретим его в классической русской традиции? С хлебом, с солью. И хватит с него. Мы с Анастасией Юрьевной печем пирогов, накроем большой стол. После ваших пирогов он танцевать не сможет. Какой стол? О чем вы вообще говорите, а? Правильно, Амир. Они обратились к нам, как к людям творческим. Ну, если бы им нужен был стол с пирогами, то они бы позвонили Аркадию Новикову, а не Яне Рудковской. Слушайте, мы же телеканал. Мы можем его встретить в прямом эфире. Вся страна увидит. Да, ему будет приятно видеть столько внимания. А ты, Софья, уже лучше пиши. Встречаем в прямом эфире. Вот и мы пойдем. Куда пойдем? Ну, для начала к режиссеру. Как это? Как, как? Ножками. Ножками. Ну и кто нас там примет? Да кто-нибудь, да, примет. Еще идеи будут? Сидеть тут с вами, тратить время попусту. Нужно привлекать мужскую артиллерию. Кого именно ты имеешь в виду? Софья, пригласи всех на совещание. Всех. Звони срочно. Эдуарду, Кипарису. Пусть уже выезжают. Добрый день. Вы на кастинг? А сегодня нет никаких кастингов. Я никого не вызывала. Мы не на кастинг. А тогда по какому вопросу? Мы к Эдуарду Владимировичу на встречу. А вам было назначено? Мне ничего не передавал Эдуард Владимирович. Мы без назначения. У нас к нему важное дело. Очень интересно. Это какое такое важное? Мы актеров ищем. О, я как чувствовала, что по мою душу детвора опять. Пока Эдуард Владимирович не распорядится, я и пальцем не пошевелю. Понятно вам? А что нам делать, чтобы он распорядился? Домой идти, в куклы играть. Нет Эдуарда Владимировича. В отъезде он. Так что даже при большом желании ничем не могу помочь. Почему же ничем? Мне кажется, можете. О, ну сейчас начнется, как всегда. Ну возьмите меня хоть куда-нибудь, хоть в клип, хоть в рекламу. Никуда я вас не возьму. Не возьму. А давайте я вас в свой проект возьму. Кого? Меня? Ну а что, смотрите фактура какая. Фигура и лицо, все при вас. Почему бы и нет? А меня можно? Ну, хотя бы в судной минутке. Я неприхотлива. Я ведь сюда пришла работать, только бы побыть поближе к искусству. А потом засосала рутины. Не до себя. Так я вообще главный стилист этого города. Я для кадра. Просто украшение. Как вы думаете, босс, дадим им шанс? Ну ладно, уговорили. Возьму вас и вас, вас, вас возьму, вас возьму, всех возьму. Девочки, я вас ем, пью, а мысли новые в голову так и не приходят. Вы как хотите, а я больше не буду есть эту гадость. И я. Я за здоровое питание. Я сказал, всем есть. Взяли палочки и употребляем. А вы знаете то, что употребление глутамата натрия в больших количествах может привести к катастрофическим последствиям для нашего организма? Ой, а ты поподробнее расскажи, а то только умрем и не будем знать от чего. Со стороны желудочно-кишечного тракта могут возникнуть тошнота, рвота, нарушение стула, формирование дерматитов и даже проявление осматического компонента дыхания. Ой, у меня все чешется. Ой, мамочка дорогая. Ой, это, наверное, аллергия началась. Ой, как чешется. А у меня тяжесть в животе какая-то. Ой, задыхаюсь. Саша, Саша, что за мной? Анна, помоги. А, купились? Господи, я вся покрываюсь какой-то сыпью. А тебе смешно? Что со мной будет? Да ничего с тобой не будет. Перестань чесаться. По-моему, эта ваша концепция вживания в предлагаемые обстоятельства не работает. Эта концепция, во-первых, не моя. Ею активно пользовался сам Константин Сергеевич Станиславский. Слушай, Станиславский, ты одел нас непонятно во что и заставил есть какую-то ерунду. А оказывается, Станиславский виноват. Мы этот чай уже седьмой раз заливаем. Дорогие мои деточки, Да будет вам известно, Это еще не предел. Хороший китайский чай заваривается до десяти раз. Так это хорошее, а не злалька напротив. Десять раз? Сейчас тебе будет десять раз. Я вижу, что реальных идей по поводу встречи с этим китайцем у нас нет. Ничего у нас не получается. Станя только время и деньги потратили на всю эту обстановку фэн-шуя. У вас не получается потому что Во время китайской чайной церемонии Нужно быть спокойным и душой, и телом. Спокойными, а вы ни на секунду не закрываете свои рты. Да будет вам известно, Чайная церемония это очень ответственное мероприятие. И подходить к нему нужно тоже очень ответственно. Я вам говорил, что необходимо купить чайную доску. Чахэ, чахай, чайных инструментов. А вы что купили в ближайшем китайском ларке, а? Чахэ, говоришь? Сейчас тебе будет чахэй, чахай. А чихаешься весь у меня. Так, мелкий, веди первый протокол нашего заседания. Чтобы наша передача имела успех, Вы должны быть модными. Быть. И актуальными. И еще нравится нашей целевой аудитории. Детям. Нравится детям? А как же законно. Знаете ли, с детьми нужно быть поосторожнее. Я не понимаю, что я смешного говорю? Молодые смешливые девчушки. Не смешливые, а комедийные девчушки. Так и назовем нашу передачу. Завтра же жду от вас концертный номер. Всем спасибо. Амир, что случилось? Амир, что с тобой? Не спрашивайте. Амир, ты, наверное, тоже ел китайскую лапшу? Но это не похоже на пищевую аллергию. О, боже, я знаю, это ветрянка. Я никогда не болела. Ты меня заразишь. Да какая ветрянка. Такое впечатление, что в тебя факер иголки колол. Кто это тебя так разукрасил? Да есть одна фокусница. От древней китайской медицины. Добрый день, можно? Добрый-добрый, проходите. Меня направили к вам, как к специалисту по традиционной китайской медицине. Присаживайтесь поближе, с удовольствием пообщаемся. Ай! Ну что вы так рычите? Нельзя, голубчик, нельзя. Я теперь не делюсь, сидеть не смогу. Не нарушайте криками энергию дзынь. А то будете продолжать болеть, и даже я не смогу вам помочь. Пососите, очень успокаивает. Да я не болен. Меня направили к вам на консультацию. Узнать традиции китайцев. Что им интересно? У нас такая ситуация. Нам надо встретить одного человека. Очень известного в Китае. Никак не разберусь, что я тут написала. Давайте вы мне подиктуйте немножечко. Почерк, знаете ли, никак не научусь свой понимать. Поэтому, видите, активно осваиваю новые технологии. Честно говоря, у меня совсем нет времени. Вот здесь, на второй строчке. Диафрагмальная паханалоботаническая. То есть вы говорите, что вы на консультацию? Разувайтесь. Садитесь ровненько. Спинку выпрямляйте. Кладите ручки перед собой вот на это устройство. Я вас подключу к компьютеру, и он считает ваш организм. О, как интересно, как интересно. На этом можно сделать сразу докторскую диссертацию. Вы не представляете, с чем мы имеем дело. Доктор, а я жить буду? Жить-то будете. Вот только вопрос весь как. Ложитесь на кушетку и отдыхайте. Главное, не открывайте глаза и не разговаривайте. А то лечение пройдет впустую. А теперь моя самая любимая часть нашей процедурки. А-а-а! Да как вы смеете? А-а-а! Амирчик, тебе очень больно. Терпим мы уже. Ничего. До свадьбы заживет. Это не самое страшное. Хуже то, что мне ничего не удалось выяснить. А у вас как? Удалось житься? Это предлагаемое обстоятельство. Жились по полной программе. Животы болели. И руки чесались. И астму пережили. Только как будем встречать этого китайца, так и не придумали. Ой, девочки! А мне мама наняла новую няню. Не знаю, как у нее с воспитанием. А вот ответственное за питание я бы ее точно назначила. Ой, все по тебе про питание. Смотри, не пришлось бы переходить на одно фруктовое пюре. А то скоро в коляску не влезешь. Девочки, а вы видели мою новую колясочку? Приталенную в облипочку по последнему писку моды. Коляски – это трэш. Вчерашний день. Современный стиль – это слинга куртки. Мама надевает на себя куртку, а тебя в карман специально всовывает. Такого же цвета и фасона. Вы с мамой как одно целое. Вот это стильно, модно и тепло. Ой, два месяца от роду, а все про моды знаем. И не говори, а то моя чепчик не жмет. Девочки, ну что это за бред? Быстро смывайте грим, переодевайтесь и ко мне на планерку. Так, начнем все сначала. Какие еще есть ассоциации с Китаем? Я подготовила китайские национальные костюмы для встречи нашей звезды. Слушайте, а давайте встретим нашего китайца в формате танцевального баттла, раз он такой любитель танцев. Точно, устроим танцевальную вечеринку в честь него же. Дэнс файт пати! Точно, сделаем дэнс пати. Передачу для приезда нашего гостя. У каждой из вас должен быть свой образ, типаж. Надо придумать что-то такое, оригинальное. А какая у меня будет роль? Я согласна, только на главную. Согласна. А давайте ж... Жениться? О, кому что, а она все про майонез. Нет, давайте тянуть. Срок? Нет уж. Увольте. Я на это никогда не подпишусь. Да нет же, тянуть. Репку? Я что, вам колхозница тут? Ничего тянуть не буду. Да вы слушаете же вы человека до конца. Почему вы не даете Кеше сказать? Говори. Я поняла. Ты хочешь сказку про репку ставить? А что? Что-то в этом есть? Сказка для детей и ролей много, на всех хватит. И главное, что все главные. Да нет же. Давайте жребий тянуть, у кого главная роль. Фух, как я устала с этими вашими образами. Давайте останемся самими собой. Ну вот, стилист, юрист, кастинг-специалист и секретарь. А что, эта тема, быть самим собой на эстраде, это очень круто и оригинально. Итак, с форматом мероприятия определились. Да? И что дать Тиму будем? Что дарить китайцам? Конечно, и китайскую стену. Наташ, ты же теперь друг китайцев. Попроси у них маленький кусочек этой стены. Я постараюсь. Эээ, все привет, девочки. Мы с Мелким к вам по делу. Хотим свою юморную передачу сделать. Здорово. Нам контент всегда нужен. Да нам просто графику нужно доделать, компьютерную. И все. Графику? Не вопрос. Давайте я слабая сегодня. Эээ, на самом деле я тут подумала. У нас передача называется «Комедийные девчушки». А вы все такие юморные, веселые. Может, поучаствуете, а? Да мы с радостью. А нам надо будет смеяться все время, да? Добрый день, Яна Александровна. Можно? Да, Сонечка, проходи, проходи. Ну что, как у вас дела? Что вы придумали делать с нашим китайским гостем? Яна Александровна, честно говоря, меня так удивило, что вы такой серьезный проект доверили этим безответственным персонам. Лучше бы нам, академикам. Нет, Сонечка, ты не права. Во-первых, нашим академикам нужно заниматься другими вещами. Готовиться к отчетному концерту. Во-вторых, людям надо давать шанс. Тем более, мне кажется, под твоим чутким руководством все должно быть очень хорошо. Ну вот же, вот же. Знаю я. Он приехал. Господи, он приехал. Раньше на целый день. И что же нам делать? Что делать, что делать? Встречать. Сейчас будете вести концерт для одного зрителя. Как так? Я не буду в этом участвовать. Будешь, будешь. Будешь, как миленький. Это тебе сказала я. Ты игрался. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»